всем привет и с вами стася иванова и вы находитесь на канале бисероплетения сегодняшний мастер-классе мы будем делать вот такого классного объемного стича посмотрите как он выглядит спереди вот так он выглядит сзади и у нас есть даже хвостик вот ну что ребята пожалуйста поддержите это видео лайком подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик для получения уведомлений о новых видео а что понадобится для того чтобы сделать этого классного стича я покажу далее для того чтобы сделать стича нам понадобится бисер номер десять цветов темно-синий синий черный белый розовый голубой и фиолетовый а также терпение и вдохновение ну что приступим к мастер-классу приступаем к плетению стича наш мастер-класс будет состоять из нескольких частей в первой части мы будем делать с вами тело стича во второй ноги в третьей руки и в четвертой уши и так приступаем к плетению первой части для этого я взяла проволоку сечением 0 3 миллиметра длиной 150 сантиметров если вам не хватит проволоки внизу я прикрепила ссылочку как наставлять проволоку плетение мы начинаем с макушки и набираем на любую из проволочек три синие бусинки сделали это и отправляем эти бусинки в середину проволоки следите за тем чтобы концы проволоки у нас были одной длины сделали я беру конец проволоки с правой стороны и плету следующим образом отодвигаю самую крайнюю синюю бусинку и через две я пропускаю конец проволоки вот так проволочки должны быть параллельно друг другу далее я сравниваю снова концы проволоки это важно сейчас у нас с вами закладывается основное плетение вот и теперь нам необходимо затянуть первый пик вот так далее на любой из проволочек мы набираем две синие бусинки и отправляем эти бусинки к плетению вот так берем конец проволоки на которой мы набирали бусины и отодвигаем синюю бусинку самую крайнюю и через ту которая ближе к нашему пику пропускаем проволочку вот так придвигаем эту бусинку плотно к нашему первому пику держим пальцами и затягиваем проволоку вот так мы с вами сделали хохолок у стечи далее мы приступаем к плетению головы и набираем первый ряд он состоит из трех синих бусин вот наши бусинки и сейчас я покажу вам технику параллельного плетения смотрите на одной проволочке у нас с вами бусины берем конец второй проволоки и пропускаем его крест накрест вот таким образом через весь ряд и далее затягиваем концы проволоки и придвигаем этот ряд к нашему хохолку и затягиваем проволоку смотрите как я это делаю вот так плотно затягивайте проволоку с обоих сторон хохолок должен у нас лежать ровно посередине это важно должно получиться вот так и далее набираем второй ряд он состоит из 5 синих бусин сделали это и снова повторяем технику параллельного плетения на одной проволочке у нас бусинки берем конец второй проволоки и пропускаем его крест накрест через весь ряд и затягиваем концы проволоки вот так затянули и далее смотрите внимательно у нас с вами стич объемный и поэтому мы будем укладывать ряды друг за другом для того чтобы создать этот самый объем первый ряд у нас состоит из трех синих бусин а второй ряд из пяти мы выводим первый ряд самый центр то есть смотрите сверху должно выглядеть вот так сбоку вот так и вот так далее набираем третий ряд он состоит из шести синих бусин переплетаем и затягиваем затягиваем таким образом чтобы этот ряд оказался перед первым рядом вот так смотрите как сверху выглядит вот так выглядит сзади вот так выглядит сбоку смотрите внимательно у нас получается по боковому шву зигзаг вот таким образом должно быть на протяжении всей фигурки вот такая вот волна периодически я буду показывать как это выглядит сбоку для того чтобы вы не сбивались и далее набираем четвертый ряд он состоит из одной синий двух голубых четырех синих двух голубых и одной синей бусины сделали переплетаем этот ряд и затягиваем смотрите вот он у нас зигзаг я укладываю ряд друг за другом чтобы сохранять этот самый зигзаг на протяжении всего плетения затянула проволочки вот так и посмотрите как выглядит сбоку с одной стороны и с другой и вот так вот выглядит сверху далее набираем пятый ряд он состоит из двух синих шести темно-синих вот этого цвета и двух синих бусин переплетаем этот ряд и затягиваем этот ряд относится к затылочной части затягиваем проволочки очень крепко вот так это выглядит сбоку и далее набираем шестой ряд он состоит из одной голубой 1 белый 1 черный 1 голубой 4 синих 1 голубой 1 черный 1 белый и 1 голубой бусины переплетаем этот ряд и затягиваем затягиваем этот ряд на лицевой стороне где у нас голубые бусинки должно получиться вот так далее набираем седьмой ряд он состоит из 12 синих бусин переплетаем этот ряд и затягиваем и вот так должно получиться следите пожалуйста за боковым швом чтобы он был таким же как у меня и далее набираем восьмой ряд он состоит из одной голубой 3 черных 1 голубой 4 темно-синих 1 голубой 3 черных и 1 голубой бусины переплетаем этот ряд и затягиваем его на лицевой стороне там где у нас с вами голубые бусинки затягивайте проволоку очень крепко тогда у вас не собьется плетение должно получиться вот так и набираем 9 ряд он состоит из 3 синих 8 темно-синих и 3 синих бусин переплетаем этот ряд и затягиваем его на затылочной стороне должно получиться вот так как у меня и и далее набираем 10 ряд он состоит из 1 синий 4 голубых 1 синий 3 темно-синих 1 синий 4 голубых и 1 синий бусины переплетаем этот ряд и затягиваем его на лицевой стороне вот так посмотрите какая у нас с вами милая мордочка уже получается вот такие классные глазки и далее набираем 11 ряд он состоит из 15 синих бусин переплетаем и затягиваем этот ряд на затылочной части вот так сбоку должно быть как у меня далее набираем 12 ряд он состоит из двух синих 3 розовых 1 белый 3 розовых 1 белый 3 розовых и 2 синих бусин переплетаем и затягиваем этот ряд на лицевой стороне вот так далее набираем 13 ряд он состоит из 3 синих 9 5 темно-синих 5 темно-синих и 3 синих бусин переплетаем и затягиваем этот ряд на затылочной части вот так далее набираем 14 ряд он состоит из 1 синий 2 голубых 6 розовых 2 голубых и 1 синий бусины переплетаем и затягиваем этот ряд на лицевой стороне вот так перед тем как приступать к плетению следующего ряда нам необходимо сделать надбавки набираем на правую и на левую проволочки по 3 синие бусинки сделали надбавки отправляем их к плетению и оставляем их там далее набираем 15 ряд он состоит из 6 синих бусин переплетаем этот ряд и затягиваем его на затылочной стороне вот таким образом смотрите внимательно как выглядит сбоку зигзаг у нас сохраняется и вот так выглядит спереди далее набираем 16 ряд он состоит из 6 голубых бусин переплетаем и затягиваем этот ряд выводим его на лицевую сторону там где мордочка сразу под рот вот таким образом и далее набираем 17 ряд он состоит из 8 синих бусин переплетаем и затягиваем его на затылочной части затягивать очень крепко для того чтобы у нас был вот такой красивый переход смотрите внимательно все должно быть красиво и объемно далее набираем 18 ряд он состоит из 2 синих 6 голубых и 2 синих бусин переплетаем и затягиваем этот ряд на лицевой стороне вот так далее набираем 19 ряд он состоит из 2 синих 6 темно синих и 2 синих бусин переплетаем и затягиваем вот так далее набираем 20 ряд он состоит из 3 синих 6 голубых и 3 синих бусин переплетаем и затягиваем этот ряд на лицевой части вот так далее набираем 21 ряд он состоит из 4 синих 3 темно синих и 4 синих бусин переплетаем этот ряд и и затягиваем и затягиваем посмотрите как должно выглядеть сбоку разворачиваю и набираем 22 ряд он состоит из 3 синих 7 голубых и 3 синих бусин переплетаем и затягиваем и вот так должно получиться далее набираем 23 ряд он состоит из 2 синих 9 темно синих и 2 синих бусин переплетаем этот ряд и затягиваем вот так далее набираем 24 ряд он состоит из 4 синих 5 голубых и 4 синих бусин переплетаем и затягиваем вот так далее набираем 25 ряд он состоит из 5 синих 3 темно синих и 5 синих бусин переплетаем и затягиваем вот так посмотрите какой интересный рисунок у нас получается сзади вот так наш стич выглядит спереди и далее набираем 26 ряд он состоит из 4 синих 3 голубых и 4 синих бусин переплетаем и затягиваем вот так должно получиться и так далее нам необходимо сделать 27 ряд в этом ряду у нас будет хвостик и поэтому набираем на любую из проволочек 8 синих 3 темно-синие и одну синюю бусину сделали и сейчас отправляем эти бусины к плетению и нам необходимо плести следующим образом отодвигаем одну синюю потом три темно-синих и еще одну синю это хвостик смотрите вот отсюда у нас выходит проволока вот так и следующие три бусины которые у нас в ряду вот эти их нужно проплести так берем конец проволоки на которую набирали бусины и пропускаем его от плетения к хвостику вот так придвигаем эти бусинки плотно к нашему стичу все семь штучек держим пальцами и затягиваем проволоку следите чтобы не было перекрутов и заломов потому что это может привести к тому что проволока сломается после того как вы все затянете должно получиться вот так смотрите вот мы половинку ряда уже сделали и петельку хвостика далее на эту же проволоку мы набираем 4 синие бусинки отправляем их к плетению и вот так это выглядит берем конец второй проволоки на которой у нас нет бусин и пропускаем его через следующие бусины через 4 синие потом через вот эти 3 синие и через вот эти 4 синие бусинки таким образом мы с вами сплетем 27 ряд вот таким образом и далее просто затягиваем концы проволоки посмотрите какой хвостик у нас с вами получился далее разворачиваем стича и набираем 28 ряд он состоит из 11 синих бусин переплетаем и затягиваем этот ряд в передней части вот так далее набираем 29 ряд он состоит из 11 синих бусин переплетаем и затягиваем этот ряд и вот мы с вами сплели тело стича далее мы приступаем к плетению ног для этого нам понадобится добавочная проволока приступаем к плетению второй части сейчас будем делать ноги стичу для этого берем добавочную проволоку длиной 60 сантиметров и вставляем ее в следующие бусинки в последнем ряду который мы сплели отсчитываем 1 2 3 4 5 шестую бусинку пропускаем проволоку вот так внутрь вот таким образом и далее вытягиваем проволочку и далее конец этой же проволоки вставляем в предыдущий ряд вот где 11 синих бусин отсчитываем опять раз два три 4 5 и в шестую вот в эту вставляем проволоку также смотрите внимательно вот таким образом должно получиться далее аккуратно вытягиваем проволоку в центр и сравниваем концы проволоки между собой это очень важно правило не меняется и затягиваем их смотрите как должно получиться у нас здесь своего рода петелька вот вот так должно быть и нам нужно связать 28 и 29 ряд вместе я это делаю для того чтобы у нас ножки были сразу от туловища я не люблю привязывать люблю сплошное плетение поэтому вот так разработала аккуратно затянула все и вот так должно получиться здесь остался небольшой зазор этого не пугайтесь когда будете плести вторую ногу подтяните проволоку и все сойдется итак берем проволочки с правой стороны и начинаем плести ногу набираем первый ряд он состоит из шести синих бусин переплетаем и затягиваем этот ряд выводим его вперед вот так переднюю часть стича и и далее набираем второй ряд он состоит из шести синих бусин переплетаем и затягиваем этот ряд на задней части посмотрите пожалуйста как все выглядит сбоку вот так то есть наш зигзаг не меняется на протяжении всего плетения и далее мы укладываем ряды друг за другом один в переднюю часть другой в заднюю и чередуем набираем 3 цвет он состоит из шести сильных бусин переплетаем и затягиваем вот так набираем четвертый ряд он состоит из 6 синих бусин переплетаем и затягиваем вот так далее набираем пятый ряд, он состоит из пяти синих бусин, переплетаем и затягиваем, выводим ряд в переднюю часть, должно получиться вот так. Далее набираем шестой ряд, он состоит из пяти синих бусин, переплетаем и затягиваем, и вот так должно получиться. Далее набираем седьмой ряд, он состоит из четырех синих бусин. Переплетаем и затягиваем. После того, как затяните плетение, придвините ряд, проследите за тем, чтобы боковой шов выглядел зигзагом. Вот так, как у меня. И далее мы приступаем к плетению пальцев. На любой из проволочек набираем одну синюю и одну черную бусинку. И отправляем эти бусинки к плетению и плетем так. Отодвигаем черную бусинку и концом этой же проволоки проплетаем через синюю бусину. Вот так. Придвигаем ее плотно к плетению, держим пальцами и затягиваем конец проволоки. Вот так. Далее на эту же проволоку набираем одну синюю и одну черную бусинки. Плетем второй палец. Отправляем к плетению бусинки. И повторяем технику. Отодвигаем одну черную и через вторую синюю пропускаем проволоку. Вот так. Придвигаем плотно бусинки к первому пальчику, держим пальцами и затягиваем проволоку. Должно получиться вот так. Далее на эту же проволоку набираем одну синюю и одну черную бусинки. Отправляем эти бусинки к плетению. И повторяем технику. Отодвигаем черную и через синюю пропускаем конец этой же проволоки. Придвигаем плотно бусинку ко второму пальцу, держим пальцами и затягиваем проволоку. И вот три пальчика мы уже сделали. Далее на эту же проволоку набираем последний четвертый пальчик, одна синяя и одна черная бусинка. Переплетаем аналогичным способом. Отодвигаем черную, через синюю пропускаем конец этой же проволоки. Все плотно придвигаем, держим пальцами и затягиваем. Смотрите, как у меня получилось. У меня оказалось, что две проволоки на одной стороне, поэтому я беру проволоку, на которую мы плели только что пальцы и пропускаю ее в самый последний ряд, который мы сплели, в котором 4 бусинки. Вот так. И затягиваю проволоку. Следите за тем, чтобы проволока не перекручивалась. После того, как вы все затянете, должно получиться вот так. И далее нам необходимо сплести пятку. Набираем восьмой ряд, он состоит из четырех синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Вот так. Смотрите, как выглядит сбоку, как выглядит спереди. И теперь нам необходимо закрепить плетение. Для этого я беру проволоку с любой стороны и прошиваю ее через боковой шов. Сделали и лишнюю проволоку отрезаем ножницами. С другой стороны делаем то же самое. Итак, мы с вами сплели первую лапку. Вот так она выглядит сбоку. Вот так выглядит стич сзади. И теперь приступаем к плетению второй лапки. Плетем аналогичным способом. Я буду делать это ускоренно и буду объяснять, сколько бусинок в каждом ряду. Итак, набираем первый ряд. Он состоит из шести синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Выводим этот ряд вперед. Вот он. Далее набираем второй ряд. Он состоит из шести синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Вот так. Следите, пожалуйста, за боковым швом. Здесь должен быть зигзаг. Вот так выглядит сзади. И далее набираем третий ряд. Он состоит из шести синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем четвертый ряд. Он состоит из шести синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем пятый ряд. Он состоит из пяти синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем шестой ряд. Он состоит из пяти синих бусин. Переплетаем и затягиваем. И набираем седьмой ряд. Он состоит из из четырех синих бусин переплетаем и затягиваем этот ряд должен быть в передней части сейчас мы будем с вами делать пальчики у стича для этого на любую из проволочек набираем одну синюю и одну черную бусины отправляем их плетению и плетем также как мы делали с первой ножкой отодвигаем одну черную и проплетаем через синюю и так мы делаем четыре пальчика первый пальчик далее на эту же проволочку набираем одну синюю и одну черную сделали второй пальчик далее на эту же проволоку набираем одну синюю и одну черную сделали третий пальчик далее набираем одну синюю и одну черную и так мы с вами все сделали теперь нам необходимо закрепить пальцы и пропускаем конец этой же проволоки на которой мы плели через четыре синие бусинки предыдущего ряда вот таким образом и затягиваю проволочку и вывожу пальчики вперед и далее нам необходимо сделать с вами пятку для этого на любую из проволочек набираем 8 ряд он состоит из четырех синих бусин переплетаем и затягиваем и вот так должно получиться далее нам необходимо закрепить проволоку для этого берем проволоку с любой стороны и прошиваем ее через боковой шов в общем закрепляем также как мы делали в первый раз сделали и лишнюю проволоку отрезаю ножницами с другой стороны я сделаю то же самое и вот мы с вами сделали ножки стича сейчас пока мы его отложим в сторону и возьмем проволоку для того чтобы сделать ручки берем проволоку длиной 70 сантиметров и набираем на нее одну черную и одну синюю бусинки сделали и отправляем в середину проволоки смотрите внимательно черная бусинка это коготок синяя это сам пальчик поэтому я беру проволоку с правой стороны и повторяю технику также как мы делали ножки стичу я пропускаю конец проволоки через синюю бусину вот так и далее сравниваю проволочки между собой это очень важно мы будем делать из этой проволоки две руки поэтому выровните все и просто затягиваем наши бусинки на серединку вот так и это первый пальчик руки далее на любую из проволочек набираем одну синюю и одну черную бусины отправляем к плетению и повторяем технику отодвигаем черную и через синюю пропускаем конец этой же проволоки придвигаем синюю бусинку плотно к нашему первому пальчику и затягиваем проволоку и вот такие два пальчика у нас с вами получились берем проволоку с противоположной стороны и набираем на него одну синюю и одну черную бусины отправляем к плетению и вновь повторяем технику отодвигаем черную и через синюю пропускаем конец этой же проволоки передвигаем синюю бусинку плотно к нашим пальчиком держим пальцами и затягиваем проволоку и вот таких три пальчика у нас с вами получилось далее мы набираем первый ряд он состоит из трех синих бусин переплетаем эти бусины и затягиваем затягивайте этот ряд ровно посередине чтобы ручка устича была ровной это очень важно после того как вы все затянете должно получиться вот так далее берем проволоку с любой стороны и делаем четвертый палец на руке набираем на проволоку одну синюю и одну черную бусины отправляем эти бусинки к плетению и повторяем технику отодвигаем черную и через синюю пропускаем конец этой же проволоки вот так придвигаем эту бусинку плотно к плетению держим пальцами и затягиваем проволоку смотрите как у нас мило получается и далее набираем второй ряд он состоит из трех синих бусин переплетаем и затягиваем вот так набираем третий ряд он состоит из трех синих бусин переплетаем и затягиваем поскольку стич у нас с вами объемный третий и второй ряд нам необходимо привести в объемное состояние для этого сделаем вот так сожмем их между собой и начнем делать диагональ как положено смотрите внимательно как это выглядит то есть ладошка у нас будет плоская все будет красиво а основная часть руки будет объемным далее набираем четвертый ряд он состоит из четырех синих бусин переплетаем и затягиваем снова затягиваем таким образом чтобы у нас здесь по боковому шву был зигзаг плотно затягиваем обе проволочки и придвигаем в ряды друг другу близко-близко далее набираем пятый ряд он состоит из четырех синих бусин переплетаем и затягиваем вот так набираем шестой ряд он состоит из пяти синих бусин переплетаем и затягиваем набираем седьмой ряд он состоит из пяти синих бусин переплетаем и затягиваем набираем восьмой ряд он состоит из четырех синих бусин переплетаем и затягиваем набираем девятый ряд он состоит из четырех синих бусин переплетаем и затягиваем набираем десятый ряд он состоит из трех синих бусин переплетаем и затягиваем набираем одиннадцатый ряд он состоит из трех синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Итак, мы почти сплели с вами ручку, набираем последний 12 ряд, он состоит из двух синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Вот такая рука у нас с вами получилась. Смотрите, как она выглядит сбоку. Вот такая. Теперь берем нашу ручку и ее нужно пришить к телу стича. Берем стича и пришиваем так. Смотрите, вот у нас большой пальчик на руке. Берем проволоку с этой стороны и вставляем ее в следующие ряды. Смотрите, вот шея, вот розовый ряд, где рот у стича, вот ряд, где только голубые бусины, шесть голубых бусинок. А вот ряд, где восемь синих перед рядом, где темно-синие бусинки. Вот в этот ряд, где синие бусинки, вот эти. Нам необходимо вставить проволоку. Вставлять нужно справа налево. То есть я разверну для удобства и покажу вам. Итак, смотрите, вот у нас ручка. Вот мы уже с вами вставили проволоку. Берем вторую проволоку, которую мы еще никуда не вставляли и пропускаем ее в следующий ряд. Сейчас разверну, чтобы было понятней. Вот мы с вами значит вставили проволоку. А вторую проволоку нужно вставить в ряд ниже под этим рядом, где у нас синие бусинки. Вот таким образом. И затягиваем обе проволочки. Пришиваем нашу руку. Вот так. Разворачиваю, чтобы показать вам. Вот так должно получиться. И далее продолжаем плести вторую руку стича. Набираем первый ряд уже в обратную сторону. Первый ряд состоит из двух синих бусин. Переплетаем и затягиваем. И вот так должно получиться. Далее набираем второй ряд. Он состоит из трех синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Эти два ряда, которые мы с вами сплели, мы не укладываем объемно для того, чтобы было удобно поворачивать ручкой стича. Поэтому объемное плетение начинается с третьего ряда. Вот который мы сейчас с вами сплетем. Третий ряд состоит из трех синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Затянули. Вот так. И выводим этот ряд вперед к лицевой части. И начинаем объемное плетение. Вот наш зигзаг начинается. Далее набираем четвертый ряд. Он состоит из четырех синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Вот так. Набираем пятый ряд. Он состоит из четырех синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем шестой ряд. Он состоит из пяти синих бусин. Переплетаем и затягиваем. И вот так у нас с вами получается Далее набираем седьмой ряд, он состоит из пяти синих бусин Переплетаем и затягиваем Набираем восьмой ряд, он состоит из четырех синих бусин Переплетаем и затягиваем Набираем девятый ряд, он состоит из четырех синих бусин Переплетаем и затягиваем Вот так Далее набираем десятый ряд, он состоит из трех синих бусин, переплетаем и затягиваем. Набираем одиннадцатый ряд, он состоит из трех синих бусин, переплетаем и затягиваем. Итак, теперь нам необходимо сделать пальчик. Для этого берем проволоку с той стороны, где у нас голова, верхнюю, вот эту, и на нее набираем одну синюю и одну черную бусинку. Отправляем эти бусинки к плетению и плетем так. Отодвигаем крайнюю черную и через синюю пропускаем конец этой же проволоки, вот так. Придвигаем эту бусинку плотно к плетению, держим пальцами и затягиваем конец проволоки. Должно получиться вот так. Далее набираем двенадцатый ряд, он состоит из трех синих бусин, переплетаем и затягиваем, вот так. Теперь нам осталось сделать только три пальчика. Для этого на любую из проволочек набираем одну синюю и одну черную бусины. Отправляем их к плетению и повторяем технику. Отодвигаем крайнюю черную и через синюю пропускаем конец этой же проволоки. Вот так. И придвигаем плотно эту бусинку, держим пальцами и затягиваем проволоку. И вот первый пальчик готов. Далее на эту же проволоку набираем одну синюю и одну черную бусину. Отправляем эти бусины к плетению и повторяем технику. Отодвигаем черную, через синюю пропускаем проволоку, придвигаем эту бусинку плотно к плетению, держим пальцами и затягиваем конец проволоки. Вот так. Далее на эту же проволоку набираем одну синюю и одну черную. И повторяем технику. Итак, мы с вами сделали все пальчики. Теперь берем конец этой же проволоки, на которой мы только что плели, и пропускаем ее через последний ряд, который мы плели. Вот где три бусинки, вот в этот, крест на крест. Вот таким образом. И далее просто затягиваем конец проволоки. Должно получиться вот так. И далее нужно закрепить проволочку. Для этого мы снова прошиваем проволоку через боковой шов. И лишнюю проволоку отрезаем ножницами. С другой стороны делаем то же самое. И вот мы с вами сделали ручки стича. Похож, правда? А теперь приступаем к плетению ушей. Для того, чтобы сделать ухо стича, мы берем проволоку сечением 0,3 мм, длиной 30 см. И начинаем плетение с первого ряда. Он состоит из одной синей бусины. И отправляю эту бусинку в середину проволоки. Далее набираю второй ряд. Он состоит из двух синих бусин. Переплетаю его. И затягиваю. Вот таким образом. Далее набираю третий ряд. Он состоит из двух синих бусин. Переплетаю. И затягиваю этот ряд. Смотрите, как получается. Теперь нам необходимо сделать объемное плетение. Снова выводим третий ряд перед вторым. Вот так. Далее набираем четвертый ряд. Он состоит из одной синей, двух фиолетовых и одной синей бусины. Переплетаем. И затягиваем. Следите за тем, чтобы у нас был вот такой вот зигзаг. То есть, сохраняем такое же плетение, как и у стича. Продолжаем плести. Набираем пятый ряд. Он состоит из четырех синих бусин. Переплетаем. И затягиваем. Вот так. Далее набираем шестой ряд. Он состоит из одной синей, трех фиолетовых и одной синей бусины. Переплетаем. И затягиваем. Вот так. Далее набираем седьмой ряд. Он состоит из пяти синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем восьмой ряд. Он состоит из одной синей, четырех фиолетовых и одной синей бусины. Переплетаем и затягиваем. Должно получиться вот так. Ребята, следите за тем, чтобы у нас совпадало плетение. Здесь должен быть зигзаг. А фиолетовые бусинки это внутренняя часть уха. Будьте, пожалуйста, внимательны. И далее набираем девятый ряд. Он состоит из семи синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем десятый ряд. Он состоит из одной синей, пяти фиолетовых и одной синей бусины. Переплетаем и затягиваем. Набираем одиннадцатый ряд. Он состоит из восьми синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Вот так. Далее набираем двенадцатый ряд. Он состоит из одной синей, четырех фиолетовых и одной синей бусины. Переплетаем и затягиваем. Набираем тринадцатый ряд. Он состоит из шести синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем 14 ряд. Он состоит из одной синей, двух фиолетовых и одной синей бусины. Переплетаем и затягиваем. Вот так. Далее набираем 15 ряд. Он состоит из четырех синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем 16 ряд. Он состоит из одной синей, одной фиолетовой и одной синей бусины. Переплетаем и затягиваем. Набираем 17 ряд. Он состоит из двух синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Смотрите внимательно. Боковой шов у нас выглядит зигзагом. Но здесь последние 17 и 18 ряды я буду выкладывать просто ровным плетением плоским. Никаких объемных рядов я выкладывать не буду. И набираем 18 ряд. Он состоит из двух синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Это должно выглядеть вот так. Теперь нам необходимо присоединить его к стичу. Берем стича и вставляем проволоку в боковой шов. Берем проволоку с любой стороны и делаем так. Ищем ряд где у нас глазик. Вот он глаз. И вот 4 голубые бусины. Поворачиваем боком нашего стича. И прошиваем значит в ряд между голубым и зрачком проволоку. Вот так. И поднимаемся вверх по шву. Прошиваем через боковой шов проволочку. Таким образом мы с вами пришьем ухо к нашему стичу. Верхнюю половину. И будьте внимательны. Затягивайте проволоку очень крепко. Для того, чтобы ухо у нас не отвалилось. Вот. И еще выше. Вот так. И затягиваем проволоку. Делайте это аккуратно, чтобы не было перекрутов и заломов проволоки. Если у вас немножко устича поедет лицо, ничего страшного, потом поправите. И еще раз прошиваем через боковой шов. И затягиваем. Ну и еще один разок. Хочу, чтобы было покрепче. Вот так. О, закрутилось. У меня тоже бывают промышки. Затягиваем проволоку. И теперь лишнюю проволочку сверху отрезаем. Итак, смотрите, верхнюю часть мы уже прикрепили. Сейчас будем присоединять нижнюю часть. Прикладываем ухо. Видим, вот у нас проволочка совпадает с рядом, где рот. Берем конец проволоки и пропускаем его через боковой шов. Там, где рот. Вот так. И затягиваем проволоку. Следите, чтобы не было перекрутов. Делайте это аккуратно и не торопитесь. Вот так. Далее опускаемся ниже по шву. Вот так. И затягиваем проволоку. И еще ниже по шву. И затягиваем проволоку. И лишнюю проволочку отрезаем ножницами. Итак, одно ухо мы с вами уже сделали. Второе ухо делаем аналогичным способом. Схема плетения абсолютно та же. Я буду плести в ускоренном режиме. И потом покажу, как присоединить его с другой стороны. Откладываю по костичу в сторону. Снова берем проволоку длиной 30 см с сечением 0,3 мм. И набираем первый ряд. Он состоит из одной синей бусины. Отправляем его в середину проволоки. Далее набираем второй ряд. Он состоит из двух синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем третий ряд. Он состоит из двух синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем четвертый ряд. Он состоит из одной синей, двух фиолетовых и одной синей бусины. Переплетаем и затягиваем. Набираем пятый ряд. Он состоит из четырех синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем шестой ряд. Он состоит из одной синей, трех фиолетовых и одной синей бусины. Переплетаем и затягиваем. Набираем 7 ряд, он состоит из 5 синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем 8 ряд, он состоит из 1 синий, 4 фиолетовых и 1 синий бусины. Переплетаем и затягиваем. Набираем 9 ряд, он состоит из 7 синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем 10 ряд, он состоит из 1 синий, 5 фиолетовых и 1 синий бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем 11 ряд. Он состоит из 8 синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем 12 ряд. Он состоит из 1 синий, 4 фиолетовых и 1 синей бусина. Переплетаем и затягиваем. Набираем 13 ряд. Он состоит из 6 синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем 14 ряд, он состоит из 1 синий, 2 фиолетовых и 1 синей бусины Переплетаем и затягиваем Набираем 15 ряд, он состоит из 4 синих бусин Переплетаем и затягиваем Набираем 16 ряд, он состоит из 1 синий, 1 фиолетовый и 1 синей бусины Переплетаем и затягиваем. Набираем 17 ряд, он состоит из двух синих бусин. Переплетаем и затягиваем. И набираем последний 18 ряд, он состоит из двух синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Теперь берем стича и пришиваем второе ухо. Берем проволочку с той стороны, где у нас фиолетовая сердцевинка. Ну, вы все знаете, как выглядит стич. И вставляем ее снова в тот шов между рядами. Между тем рядом, где у нас 4 голубые бусины и между тем рядом, где у нас 3 черненькие. Вот так. И затягиваем проволоку. Вот так. И пришиваем проволочку по боковому шву. Вот таким образом. Делаем то же самое, как и в первый раз. И продолжаем пришивать. Прошиваем через каждый зигзаг. Это очень важно. Для того, чтобы у нас ничего нигде не разъезжалось. И затягиваем проволочку. Не забывайте о том, что проволочка не должна перекручиваться и заламываться. Это очень важно. Чтобы не было обрыва. Да и вообще в целом будет гораздо легче пришивать ухо. Пришила и лишнюю проволоку отрезаю ножницами. Итак, теперь нам необходимо пришить вторую проволоку. Прикладываю. Смотрите, вот он ряд. Как здесь абсолютно все должно быть. Так же, как и с первым ухом. Чтобы у нас уши были одинаковой длины. В итоге. То есть, подсматриваем, куда мы там вставляли. И здесь подсматриваем. Ага, вот так. И затягиваю проволочку. Потом все выправится. Если у вас сейчас начало разъезжаться плетение, ничего страшного. И продолжаем проплетать через боковой шов. Нашу проволочку. Все закрепляем. Затягивайте очень крепко. Не торопитесь в этом моменте. Потому что это финальное закрепление нашего плетения. Вот так. И еще один раз я проплетаю ниже. Вот так. И затягиваю проволочку. И лишнюю проволоку отрезаю ножницами. И вот такой милый стич у нас с вами получился. Я надеюсь, что мастер-класс вам понравился. Поставь, пожалуйста, этому видео лайк. Подписывайся на канал. И не забудь нажать на колокольчик. Для получения уведомлений о новых видео. С вами была Стасия Иванова. Творческих успехов вам и вдохновения. Всем пока!